Стоят, показывают без 22. Сфотографировал на память. Часы нужно завести. Второй вопрос. Проблематика такая, опять же, с профессиональной точки зрения. Одним и тем же вопросом занимаются одновременно три и более государственных структуры. Примеры касательные к ЗИО. Выявили у человека в частном секторе, что он сарай свой личный вынес за пределы предоставленного участка. Одновременно идут процессы. Арбитражный суд Республики Тарстан. ИСТЕЦ, КЗИО. Ответчик тот же. Одновременно идет этот же процесс в Приволжском районе. ИСТЕЦ, Исполком. И уже третий процесс администрация Приволжского района по этому же вопросу. Этот же ответчик. И все с одним вопросом. Снести сарайку. Это три судебных органа. Специалистов входит. Управление архитектуры градостроительной. Представители. Это, ну, просто кино и немцы. И я понимаю, что это легкий вопрос. Физ, лицо, сарайку снести. Все получат баллы, оценки, что проконтролируют. Но смешно. И предлагаю посмотреть. Потому что все равно делали это все ваши специалисты, к ЗИО. И то, что они разостали всем, это здорово. Все реагируют. Но как-то без таких чрезмерных усилий. Это второй вопрос. И третий вопрос, который я предлагаю вам, Ратмир Фаридович, возможно посмотреть. Безусловно, было всегда актуально. И всех это интересовало. Участие в приватизации муниципального имущества. Вы максимально сейчас показываете, что это сейчас будет максимально открыто. Но с советских времен механизма пополнения муниципальной собственности до сих пор никак не разрабатывалась. Безусловно, мне кажется, что этот источник, он неистекаемый. Его нужно пополнять. И меня волнует. Меня волнует, когда в микрорайонах, где массово идет коммерческая застройка, не могут разместить ни опорный пункт милиции, ни музыкальную школу муниципальную, ни библиотеку. Их просто там физически нет, потому что частный застройщик это не делает. Была такая практика, она была порочная в том плане, что предприниматели заставляли при выделении им земельного участка выносить так называемые средства на улучшение инфраструктуры города. Но правила игры были неправильны в каком плане? Никто не знал, сколько ты вложишь в эту инфраструктуру, куда они идут деньги. И как вариант на обсуждение юристам вашего ведомства, что если, опять же, решением, может быть, городской думы, законодательным образом, что при продаже именно земли муниципальной, когда коммерческая застройка будет условно 2%, небольшой процент, выделяться именно площадями под муниципальную собственность, это может быть жилье, это может быть нежилые помещения, ведь у вас же есть обязательства в том числе бесплатно предоставлять определенным категориям людей жилье, и они нуждаются реально в этом. А где источник? Источника нет. Поэтому предлагаю этот вопрос, он очень емкий, он касается огромного массива законодательства, но мне кажется, что если это вы сделаете, это такая маленькая революция будет, которую можно... На уровне России, мне кажется, будет один из немногих первых таких прорывов, но он очень важный в социальном плане будет. Благодарю вас за вопросы. Что касается часов на ратуше, мы, безусловно, отреагируем, то есть мы проинформируем управление делами мэрии. По вот этим трем судебно-разбирательствам я попрошу вас дать нам подробную информацию, для того, чтобы мы сейчас на уровне исполкома эту ситуацию проанализировали. Действительно, такая проблема есть, мы неоднократно ее замечали, дело в том, что исполнительный комитет и его структурные подразделения, они по статусу являются отдельными юрлицами, и суды зачастую привлекают и в качестве третьих лиц, и в качестве ответчиков, да и, пожалуй, мы, как ИСЦИ, тоже так же подаем, да, то есть различные структурные подразделения, хотя, по большому счету, это все исполком, поскольку мы являемся структурными подразделениями исполкома города. И для нас эта проблема, она действительно является серьезной, потому что это колоссальный трудовой ресурс, то есть, как вы правильно отметили, юристы различных ведомств наших внутренних, они ходят на эти процессы, да, причем бывает часто курьезная ситуация, когда на процесс приходят юристы, например, нашего комитета или какого-то другого управления, и начинают немножко, скажем так, отдела тянуть в свою сторону, то есть перевалить вину на другой комитет, да, хотя, по большому счету, мы исполнительный комитет, единый. Поэтому я этот вопрос для себя отметил, мы в ближайшее время обсудим его на уровне исполнительного комитета, и, я думаю, будет решение, будет решение, о котором мы обязательно проинформируем. Что касается вопроса по механизму пополнения муниципальной собственности, действительно вопрос очень интересный, я сейчас думаю, что, наверное, подробно комментировать не буду, потому что нужно внимательно изучить опыт, законодательный подход, судебную практику посмотреть, но одно правильное, то, что я хочу отметить, то, что сейчас у нас проблема с пополнением муниципального фонда стоит очень остро. У нас очень много, если вы посмотрите прогнозный план приватизации, у нас очень много старых помещений, которые остались с советских времен, многие из них требуют ремонта, реконструкции, и, по большому счету, с каждым годом будет происходить ситуация, будет более остро стоять. И, с другой стороны, к нам поступает много обращений граждан, которые говорят о том, что у нас, например, нет детского сада, у нас нет школы. Да, конечно, мы закладываем все это по генеральному планированию, но есть ведь еще и первые этажи многоквартирных домов, где, например, на мой взгляд, необходимо сразу закладывать размещение опорного пункта полиции, охрана общественного порядка, необходимо закладывать какой-то социальный объект, ту же самую музыкальную школу или детско-художественную школу, и малогабаритный детский сад. Я уже не говорю действительно про то, что у нас колоссальная очередь в нуждающейся жилье, это расселение аварийного жилья, это внеочередники. И тут необходимо при подходе к данному вопросу не только законодательное регулирование, но и нужно еще понять, то есть учитывая мнение предпринимателей, какая планка будет для них безболезненной. Ведь если установить, например, 10-15%, это может повлечь с собой соответствующие издержки дополнительные, то есть рост цен на строительство жилья. Поэтому здесь абсолютно верно вы отметили, что может быть надо исходить из какой-то символической планки 2-3% от вводимого жилья, но самое главное, я считаю, что нужно обязательно подчеркивать обязательный социальный характер этих помещений. То есть не то, что мы хотим, то есть город хочет забрать там помещения для того, чтобы их просто продать. То есть нужно именно установить социальное назначение этих помещений. И мы обязательно над этим подумаем. Спасибо за вопрос. Будем работать.